Приветствую вас на канале Химик Айр Софт. И сегодня мы с вами побываем на воскресной тренировке. Давай. Ой-ой-ой, шел как погремушка. И в этот раз я устроил свободную охоту, поскольку оказался без радиосвязи с командой. По сюжету в воскресной тренировке было две стороны. Одни помечены с синей лентой, другие не помечены. Нам необходимо было захватить и доставить к себе на базу емкость с водой. А партийник должен был наоборот, эти емкости наполнять и сливать их в другом месте, в резервуар. Тенистик. И вот вам отличный пример, как контролировать ветер. Если видите, кроны деревьев склоняются слева направо. И шар в самый последний момент круто меняет свою трейкзоль. В подобной ситуации необходимо накоренить винтовку в противоположную сторону направления ветра. А в данной ситуации потребуется даже взять левее, для того, чтобы поразить цель. А данный выстрел я поставил на достаточно интересную дистанцию. Правда, я не надеялся, что я вообще попал. Однако, шар полетел божественно прямо. Ветра не было. Горка отличная. И, как видите, за этим последовало хорошее попадание. Тогда мне показалось, что шар ушел левее. Ну а сейчас видно, как он вернулся на свою территорию полета. И попадание случилось. На место старого бойца пришел новый. А сильный ветер серьезно мешал сделать правильный выстрел. Пришлось вспомнить школьную программу. А что если выстрелить в стену подобное? Шар же может отскочить. О да. Дело сделано. И пара бойцов возвращается мертвяк. Но, пожалуй, я засиделся на той позиции. И надо было ее немножко скорректировать. Чтобы вернувшийся противник не смог меня обнаружить на том же самом месте. А занял я все тот же прострел. Но в углублении кустов. Где меня не видно. А вот сейчас моя математика не сработала. Отскок произошел. Под более тупым углом. Должен был. И снова ветер. Скорректируем. Стреляем. Хорошее попадание в плитник. Но противник вел огонь. И не почувствовал, что в него прилетел шар. Такое бывает у техничка. А вот пример отличного пробега к спину очкам. Вынес всех. Правда, на бегу тоже не почувствовал. Ну, шо ж бывает. И такое. Продолжение следует. В очередной раз пробую стрелять из гранатомёда. Мне еще учиться и учиться. Понять дистанции. Понять возможности. И понять, как это все применять. На углу здания. Да. А что слева? Ой, справа. Короче, так. В отвеснике на холм поднимать. Здесь холма обойдем. А вот здесь что? Смотри, мы на сторонку. И ближе к нашей леске. Там болото и лесок. И там будет снайпер. Два ее чайка. А вот тут? А вот тут? А тут нет? Смех, ты в горели? Да. Да, снизу. Снизу? Это хорошо. Но свои уши это тоже хорошо. Поэтому, когда я услышал звуки голосов, я начал действовать. Когда противник близко, ужарили и сразу отходим. Кто-то такой одиночкой пострелил. Далее, кто стреляет. Это в самом начале. Ясно, понятно. Пробегу тогда. Мы рассматривать не можем. А что ты? Скидывай. Пока наши штурмовики выполняют свою задачу и мешают противнику донести баклажки с водой до точки сброса, я выполняю роль диверсанта и стараюсь всячески мешать игре синие стороны. Я понял. А для этого нужно быть в разных районах, в разных местах полигона, чтобы можно было жарить с разных сторон. Меняем позиции. Ну ты слон. Бежал. Справа налево. И да, вновь дерево. Давайте займем преобладающую позицию и посмотрим, что можем сделать с этим. Я предполагаю, что противник вернется. Тот, который убежал. А возможно, вернутся с друзьями. Поэтому следует немножко подождать. Нет, это не враг. Это всего лишь люкс. Он ищет вражеского снайпера. Пускай ищет. Давай, Максим. Максим, убивай. Найди и убей далека. Я тебе персональный квест отдаю. Когда я услышал хруст справа, со стороны базы противника, я понял, что залез на дерево не зря. Когда мне удалось взглядеть одного из бойцов, он уже целился в люкса. И я ему не дал сделать свой выстрел. Но, к сожалению, он был не один. И его напарник люкса подстрелил. Но я-то еще не замечен. Работаем. Отправляйтесь отдыхать. Что ж ты? Что ж ты не услышал их? Спустя небольшое время, когда вокруг затихло, я решил сменить позицию. А запланировал я начать движение в сторону респауна противника. Для него было метров 200 по лесу. Но эти 200 метров еще нужно было пройти. Пройти незаметно. И выйти неподалеку от нее. Чтобы попробовать поработать по трафику. Где ряшка чья-то? Кто-то обрадуется. Не знаю, кто больше напугался. Я или птица? Птица. Мне удалось добраться до края здания, которое находится на удалении около 50 метров от респауна противника. Первое место, куда они пойдут, это сюда. Это самый удобный опорный пункт для того, чтобы начать движение дальше. И верно, первый же контакт я встретил именно тут. Что если занять это здание, затаиться в нем и дождаться прибытия сил противника? Вообще, это рискованно. Брать вот так вот и влезать в окно. Без предварительной разведки. Но я внимательно слушал. И мне показалось, здесь никого нет. Предчувствие не обманули. Поэтому находим темный уголок и замираем на какое-то время. Пока я ждал, я слышал голоса братенника, который продвигался вдоль здания по улице, с той стороны окна, но внутрь не вошел. Я подождал еще немного и решил выйти. Аккуратно оглядеться. Вдруг кто покажется. Но на первый взгляд никого не было. В темную комнату я больше не пошел. Я заметил интересный наблюдательный пункт с хорошей амбразурой. И решил затаиться там. Здесь обзор на всю длину здания. И значит можно в случае чего оперативно среагировать. И это не заставило себя долго ждать. Ко мне пришел мстить тот самый боец, который обстрелил на углу здания. Пальчики. Месть. И это плохое чувство. Не надо таким быть. Но меня не услышали. И спустя несколько минут пришли снова за добавкой. Добавку я пожалуй выпишу. Че ж ты какой настырный, ты сюда идешь. Меня так никто ни разу не подстрелил. Это был интересный опыт. Конечно работа в команде это гораздо интереснее. Но такой опыт тоже полезен. А я с вами прощаюсь. С вами был Химик. Всего вам наилучшего. Увидимся в прицеле.